На встрече с Акимом области были затронуты ключевые темы, касающиеся текущей обстановки в регионе и, конечно же, дополнительной информации о ходе минувшего митинга и полицейских расследований. Это все была заранее спланированная, организованная акция. Запомните, здесь шуток нет. Сюда подвозили машину с камнями, чтобы кидали. Это все было зафиксировано, и вы это, наверное, видели. Просто так, что с улицы привезут камни кто-то? Нет, конечно. Сюда подвозили, вы знаете, продукты питания, много различных группировок, которые испытывали ту или иную интерес к свержению действующей государственной власти или конкретно меня. Поэтому в этом отношении следственная работа проводится. Водитель КамАЗа, который привез сюда, он задержан. Люди, которые подтаскали сюда коктейли Молотова, тоже задержаны. Я не скажу, что все, но сейчас личности устанавливаются. Глава региона подтвердил наличие попыток захватить важные транспортные точки нашего города, такие как автопарк и аэропорт. По факту возможной угрозы, действительно, сотрудники автопарка сказали, что к ним такие-то люди приходили. Сейчас разбираются следственные органы. Факт захвата аэропорта был, поэтому возбуждено уголовное дело. Имейте в виду, во всем мире факт захвата аэропортов, железной дороги, магистрали. Это считается как террористический акт. По этому факту возбуждено уголовное дело. Действительно, энная группа людей приходила в это здание, вошла в это здание, всех сотрудников выгнула, заставила выключить все. Захватчики пробыли в аэропорту всю ночь и задержать их, по словам областного Акима, удалось без кровопролития. По крайней мере, основных действующих лиц. Остальные же до сих пор в бегах. Андосыну Розалин сказал, что на фоне всех имеющихся на текущий момент фактов, можно утверждать, что митинг в нашем регионе имел за собой цель дестабилизировать социальную обстановку и пошатнуть позиции действующей власти. Допустим, нефтепровод закрыли и хотели закрыть газопровод. Ну извините, 600 тысяч жителей города сделать заложниками и вывести из строя систему отопления. Извините, это не трудовой конфликт. Это уже сродни теракту. Или закрыли дорогу Хронта в Ахтубе. А при чем тут тысячи-тысячи просто водителей КамАЗов, большегрузных машин, автомобилей, которые ехали. По словам спикера, во время митингов демонстрантами были перекрыты и ЖД-пути, что остановило работу местного вокзала, где без возможности уехать осталось 700 человек. На встрече затронули также тему ущерба, нанесенного Акимату нашей области. Что именно похитили и когда вообще восстановительная работа закончится? Зачищет. Да, зачищет. И когда заработает Акимат, ограждение уберут. К сожалению, самому зданию нанесено определенный ущерб. Это выбитые были очень много стекол в окнах, вырваны с корнем двери. Я могу вам даже сказать, умудрились разграбить столовую. До последней ложки вилки все вынесли оттуда. Ну, тоже говорит, не знаю, определенный уровень культуры людей, которые принимали участие в этих бесчинствах. Предварительная сумма ущерба зданию оценивается в сотни миллионов тенге. Глава региона также отметил, что им было подано ходатайство руководству страны о снятии режима ЧП в ближайшие 1-2 дня, так как ситуация в регионе достаточно, по его мнению, стабильна. Рассказал он до сыну Розалин и о том, что каких-либо кадровых перестановок в аппарате облакемата после митингов не намечается. Мои подчиненные, они показали высокий уровень ответственности и не избежали, они находились в том месте, где я их просил, а исполняли то, что я им поручал. Что касается других низовых звеньев, ну, Асхат Берлешич, он примет решение сам по своим кадрам, он своим приказом освободил руководителя Акту-Бесу Энерджи за противоправным действием. Он находился здесь, на площади, но вместо того, чтобы, так сказать, заниматься обеспечением жизнедеятельности нашего города, без переворной подачи воды, тепла и работы канализации, он оказался по ту сторону баррикад. Спикер встречи заверил, что основные требования митинговавших в нашем городе начали удовлетворяться. Например, цены на социально значимые товары по поручению президента будут строго фиксироваться, а ряд предприятий начал поднимать уровень зарплат своим сотрудникам. Я считаю, что требования по повышению заработной платы, они были вполне обоснованы. И, к счастью, многие предприятия, все-таки осознав, ну, всю глубину проблемы, которая возникла, они подняли заработную плату. Мой заместитель Ермек Кинжиханало сможет вам предоставить информацию в среднем от 10 до 50 процентов. Там разные предприятия приняли разные решения в силу своих возможностей. Ответил глава региона и на вопрос, почему не вышел на встречу с митинговавшими. Подумайте сами, разве я могу выходить и давать обещания людям, которые собрались и выполняли незаконные действия и выдвигали незаконные требования. Еще раз подчеркиваю, незаконные. Но я ознакомился с их требованиями и понял, что на митинге присутствовали лица, которые меня пытались спровоцировать. Как показывает практика моих коллег, среди провокаторов нет слышащих и понимающих людей, и к соглашению с ними прийти невозможно. Влад Рогушев, Сергей Калашников, программа «Факт».